Сегодня здесь, в московском ресторане-яхте «Чайка» я приветствую гостя программы «Север непридуманной истории». Композитора и аранжировщика, продюсера и клавишника, основателя и бессменного руководителя группы «Астудия» Байгали Серкибаева. Добрый день. Байгали, здравствуй. Спасибо огромное, что ты стал гостем моей программы. Мне очень приятно. Я хочу задать тебе традиционный вопрос, который я начинаю свою программу. Есть ли у тебя какой-то девиз по жизни, какой-то, может быть, слоган, который тебе помогает или сопровождает тебя? Ну, наверное, получать наслаждение от жизни, получать удовольствие от каждого дня, независимо, какой он трудный или он какой-то там расслабленный. И, наверное, какие-то делать хорошие поступки. Ваша творческая, конечно, история «Медуа-студия» ознаменована некоторыми благотворительными мероприятиями. Всегда откликаются наши сердца. Это такое хорошее дело – помогать людям. Мы в основном помогаем какими-то выступлениями, своими встречами. Ну, то, что может артистцы правильно. Да, поэтому мы всегда с удовольствием, когда у нас есть какое-то свободное время, выехать в какой-нибудь детский дом или в больницу. Сейчас мы еще планируем съездить в дом престарелых. Ой, я думаю, что это будет огромная радость, на самом деле. Да, съездить к старикам. Да, 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 для них. Мы еще ни разу не встречались в такой обстановке, но я думаю, что это прекрасно поехать к людям, которые уже прожили жизнь, у которых есть что вспомнить. Это вообще очень важно. Я думаю, что это одна из, наверное, основных направлений благотворительности, да и вообще человеческих отношений. Все же любят детей, а старики – это, в принципе, те же дети. Они тоже отчасти где-то уже еще становятся беспомощными. Особенно, да, одинокие люди нуждаются в внимании. Они прожили жизнь и недостойны того, чтобы, конечно, про них не забыли. Поэтому я думаю, что посещение вашей группы для них – это будет огромным событием. Я хочу сказать тебе и напомнить нашим телезрителям, что наш проект тоже занимается благотворительностью. Вы сейчас увидите сюжет. К сожалению, не все дети появляются на свет в заложенные природой сроки. При возможностях современной медицины сейчас выхаживают детей, рожденных с массой тела, от 500 граммов. Чаще всего преждевременные роды сопряжены с негативными последствиями для здоровья ребенка. В факторах риска – сложнейшее заболевание глаз, ретинопатия недоношенных. Состояние было ужасное, его просто не передать, не передать все эти чувства, да, то есть почему такое случилось с ребенком, почему такое именно случилось с нами, да, вот почему такое произошло, за что ему такие испытания выпали. Как правило, заболевание начинается на четвертой неделе жизни младенца, а его пик приходится на восьмую. Это время как раз сопоставимо со сроком рождения доношенного ребенка. Ретинопатия недоношенных – это заболевание, которое встречается только у недоношенных детей, и, к сожалению, в настоящий момент является одной из основных причин слабовидней слепоты среди детей, вообще среди детей детей раннего возраста. Срочная операция, вот прям срочно, в течение 72 часов, но надо было сделать операцию, иначе могли лишиться зрения. И мы вот эту неделю ночами не спали, думали, молились, ждали. Очень страшно было, потому что зрение, мне кажется, это один из самых главных органов. Вот, мне очень хотелось, чтобы он видел мир своими глазами. Одним из продуктивных методов лечения ретинопатии на сегодняшний день является лазерная коагуляция. Сегодня далеко не все регионы России имеют подобную аппаратуру в своем распоряжении. Я бы хотела обратиться ко всем телезрителям телеканала РОД-ТВ. Я, как мама недоношенного ребенка, как директор благотворительного фонда помощи недоношенным детям, очень хорошо знаю и понимаю, насколько важно приобретать коагуляторы, оборудование для лечения ретинопатии недоношенных деток. Конечно, нам очень хочется, чтобы каждый ребенок видел, каждый ребеночек мог увидеть свою маму, увидеть своего папу и своих родных. Наша благотворительная акция помогает сбору средств на приобретение лазерных коагуляторов. Мы надеемся, что все вместе мы сможем помочь малышам видеть мир своими глазами. Наш телеканал организовал сбор средств для покупки лазерных коагуляторов, которые помогут избежать слепоту у недоношенных детей. Для этого вам нужно отправить СМС на номер 4647 с текстом «Малыш пробел сумма пожертвования». Например, «Малыш пробел 300». И обратите внимание, что потребуется СМС подтверждения платежа. Пусть наши дети познают мир собственными глазами. Хочу добавить, что благодаря акции нам вместе с вами удалось собрать деньги на приобретение лазерного коагулятора в Республику Дагестан. Мы надеемся, что теперь врачи региона смогут побороть ретинопатию у преждевременно рожденных младенцев, и они будут видеть мир своими глазами. Такая же помощь нужна и другим регионам. Мы продолжим сбор средств для покупки лазерных коагуляторов, которые помогут избежать слепоту у недоношенных детей. Для этого вам нужно отправить СМС на номер 4647 с текстом «Малыш пробел сумма пожертвования». Например, «Малыш пробел 300». И обратите внимание, что потребуется СМС подтверждения платежа. Поль, ты родился в Алма-Ате в семье народного артиста СССР. Скажи, пожалуйста, он тебя как видел по жизни? То есть он хотел, чтобы ты продолжил династию? Ну, конечно, я хотел. И, естественно, он видел меня в мире академической, классической музыки. Я закончил консерваторию по классу фортепиано. Он очень хотел, чтобы я стал дирижером. Но где-то в пятом-шестом классе я стал увлекаться уже популярной музыкой. Я услышал еще совсем маленькую группу «Битлз». Я, в общем, заболел этим коллективом и до сих пор считаю себя битломаном. Но это заслуга этого старшего брата, да? Ну, это мой старший брат, который принес как-то домой кассету и включил ее на таком ленточном еще монтофоне. Я еще совсем был юным, там играл во что-то. И когда я услышал это, мой мир поменялся. Ну, а в классическую музыку я был внедрен уже в пятилетнем возрасте. То есть детства такого не было. Да-да-да, ты что-то даже где-то сказал, меня на эту каторгу отправили в пять лет. То есть ты прям так и относился, да? Потому что это такой труд, часть жизни человек проводит за инструментом. Ты вот все-таки благодарен родителям, что ты прошел в эту школу? Ну, конечно, несмотря на то, что я сейчас в другом направлении, это другой жанр. Сначала мой папа, кстати, очень переживал за это и думал, что эта музыка не та. Он хотел бы меня видеть дирижером, чтобы я был прекрасным пианистом, выступал. Но потом, когда у нас был юбилейный концерт, было 20 лет в группе «Астудия», мы приехали в Алмату с нашей программой, с нашим шоу большим. Он пришел во дворец республики, и после концерта, конечно, он подошел, такой весь был возбужденный, его глаза горели. Он говорит, ты знаешь, я понял, что, говорит, наконец-то до меня дошло. Что то, что ты делаешь, это на самом деле тоже искусство, это тоже надо уметь. И я вообще восхищен, как тебе это все удается. Говорит, у тебя там столько клавиш, ты тут играешь, тут играешь, и все, это как-то успеваешь. Отец Байгали Серкибаева посвятил свою жизнь сцене. Он много времени проводил на гастролях. За становлением же будущей звезды было поручено следить старшему сыну. Он меня и учил, и фортепиано, и ставил меня Рахманинова, и повел меня на Гамлета. Я до сих пор помню, как мне было скучно этот черно-белый фильм смотреть. Пошел из уважения? Меня не спрашивали, просто меня взяли и появились, сказали, надо. У меня такое было жесткое воспитание музыкальное, мы штровали за фортепиано. Ты создаешь, у меня впечатление такого человека, знаешь, такого сдержанного, скромного. Все-таки в детстве ты там бунтовал, или вот тебе сказали учить Гаммы, да, там, ну, надо, и вот такой, знаешь, послушный. Или ты был активным все-таки ребенком? Я в какой-то период много занимался спортом, футбол. Наверное, пока не уходило солнце, я бегал во дворе с футбольным мячом, но тот же старший брат мне сказал, никакого футбола, ты будешь музыкантом, и все. То есть он авторитет, конечно, для тебя был? Обладал, да, он для меня, безусловно, авторитет. Я ему очень благодарен, что он у меня есть. Только с тобой мне далеко дышать, взять за руку и больше не отпускать. Если ты раздаешь газогат, то я сгорю с тобой и не отпущу тебя. Учащаясь в консерватории, ты уже, я так понимаю, выступал, да? Да. На каких-то мероприятиях, то есть в качестве... У нас была группа, называлась «Художественная самодетельность Алматинского домостроительного комбината АДК». У нас там был дом культуры, в котором мы просто последние годы школы и консерватории жили. Мы там ночевали, мы там играли, мы репетировали там. И играли на танцах, естественно, каждую там пятницу, субботу, кавера. Уграли всю западную рок-музыку. И это было здорово. Потом была огромная часть, когда я работал в ресторанах. И это тоже огромная школа, потому что, во-первых, ты... Такое количество музыкальной литературы через тебя проходит, начиная от «Мимино» и заканчивая, не знаю, «Сиртаки». Это хорошая база для музыканта. Дождь бьет, мне беда, взгляд твой скажет мне, да. Дождь бьет, я с тобой, с тобой. В каком году все-таки возникает «Алмата-студия»? Ты был инициатором или все-таки это было коллективное какое-то такое? Ну, сама история входит в такой коллектив. Я работал джазом ансамблем, он называется «Бумеранг». Его создали наши два замечательных музыканта. Барабанщик Тахир Ибрагимов и его брат Фархад. И вот мы играли джаз, и выездили на джазовый фестиваль. А потом наша знаменитая Роза Рымбаева, ей нужно было создать коллектив, который я аккомпанировал. Нам предложили работать вместе с ней. Вот мы всем «Бумерангом» туда и полетели. Проработали несколько лет. Я был самым юным участником, все были уже такие атеры, джазмены, со стажем. Я тогда еще в консерватории учился, в общем, где-то на втором курсе. Как ты совмещал? В консерватории главное сыграть академический экзамен и сдать экзамены по музыке. Как-то умудрялся и закончил консерваторию. И потом музыканты Тахирси, они ушли от Розы, они сказали, что немножко не наша музыка, мы будем играть опять. Свинк, пойдем играть блюз, играть джазовую музыку. Ну вот, а Роза Муша, он мне сказал, Боря, собирай музыкантов, которые бы, ты бы мог бы с которыми работать, будешь музыкальным руководителем. И вот я пригласил тогда Володю Микловича, Булата Сыздыкова. И последним мы пригласили Батархана Шукенова, нашего первого вокалиста. Он тогда был саксофонистом, мы взяли его в группу. То есть его взяли как саксофониста? Мы его пригласили как саксофониста, да. И он играл еще на перкашен, на мелких музыках, ударных инструментах. И вот в таком составе мы с Розой проработали, наверное, около пяти лет, семи. И в 87-м году мы решили, что мы уже созрели, что мы хотим делать свою музыку, и мы решили сделать свой проект. Пришли к Розе, сели на кухню с чаем, и говорим, Роза, мы очень тебе благодарны за эти годы, которые мы провели вместе с вами на сцене. Все такие моменты тяжелые. Ну, она, конечно, расстроилась, потому что мы уже были настолько близкие, мы встречали весь праздник, мы столько проехали, мы в весь СССР, мы выезжали там за рубеж, тогда еще в странный соцлагерь. В общем, мы открыли свой проект, назвали его «Алмата». Потом мы решили, что надо немножко его замоднить, сделали «Алмата-студио». В 1989 году на свет появилась песня «Джулия». Для группы «А-студио» она стала первым хитом и счастливым лотерейным билетом в мир славы и успеха. Девчонка из далеких дней По школе бегал я за ней Домой провожал Записки тайком писал Мы незаметно подросли И эти дни давно ушли И я не скрывал Что лишь о тебе мечтал Но только все пошло ко дну И я не знаю почему Уехала ты В далекую страну Тебя полюбят там опять Но будут по-другому звать К чему вспоминать Мне новое имя твое Это была песня, которую мы страшно стеснялись Потому что она нам казалась очень попсовая Мы играли тогда более сложную музыку В тот период у нас был такой музыки, как «Нивей» Мы слушали «Тебешмот» группу «А-ха» Мы, в общем, были все погружены именно в то настроение А Джулию нам даже было неудобно показывать И приехали музыканты из Москвы Это была группа «Круиз» Мы им показали Они говорят Пацаны, вы что, вот же, говорит Вот такую музыку, если вы будете играть Может быть, вы тогда и пробьетесь А так вы будете сидеть со своими заумными композициями Ну и так и получилось В принципе, случилось так, что песня попала к Филиппу Киркорову И он ее показал Аллею Борисовне И она нас уже пригласила в театр Состав группы «А-студио» менялся не единожды Осенью 2000 года коллектив покинул Батырхан Шукенов Был тяжелый период Я знаю даже, наверное, что было сомнение Будет ли существовать группа Вы остались на плаву Что послужило? Прежде всего, конечно, любовь к музыке Это, мне кажется, уже от нашей жизни отделить невозможно Уже поздно И хотя многие люди говорили мне Вам надо заканчивать Потому что вы не сможете дальше продолжать Тяжело это случилось Остановиться было невозможно А продолжать надо было в любом случае Мы первое время были втроем Бага, он пел наши песни Мы записали тогда один трек, который называется «Ночь подруга» Сняли клип даже такой смешной Ночь подруга Со мной закрутит Ночь подруга Все ты забудешь Ночь подруга Меня закрутит Несмотря на то, что новый трек поклонники группы приняли на ура Ситуация кардинально не изменилась Участники коллектива понимали Без нового солиста им не обойтись Предложение стать частью А-студио Получила Полина Грифис Я позвонил Полине Я помню, мы как-то встретились с ней в одном из клубов в Нью-Йорке И мне очень понравилось, как она работает Как она поет И она очень современная Модная клубная девушка Вторая, как скажем, волна А-студио Она была в сторону дэнс-музыки Прохладный час Вечер распахнул объятий Не для нас Последний раз Ты напрасно ищешь постановку фраз Все не для нас Не смог ты понять Легко потерять Теперь уже поздно Что-то менять Такие дела Чужая судьба Не станет твоей Она не твоя Она моя Полина Грифис Полина Грифис была лицом А-студио на протяжении трех лет Разные взгляды на развитие группы И исполняемый репертуар Со временем привели к непростому решению О смене солистки Потом появляется Кэти Все-таки она такая юная Практически ровер-лестница вашей группы была Не было ли такого страха Именно в силу того, что она совсем молодая Ты не сработаете Или как-то не сойдетесь в чем-то Такой риск все-таки это был После того, как произошло наше второе рождение Мы как-то уже окончательно поверили в свои силы Мы поверили, что А-студио это бренд Что это уже такая творческая единица Все в наших руках Что мы лишь пишем музыку, продюсируем ее В общем-то весь продакшн Все у нас, у нас своя студия Просто вопрос в том Тот, кто будет этим голосом Тот, кто будет доносить до зрителей Наши музыкальные идеи Познакомившись с Кэти, конечно Мы были поражены ее, конечно, темпом голоса Который, конечно, ей оттуда То есть это первоочередно для вас было, конечно Это, наверное, да Мы получили диск Такой демо послушать нам пришел Прислал из Билиси наша подруга Натал Думбадзе Мы бы даже не успели ни конкурс, ни кастинг Не объявить, ничего То есть это прям вот как футхупы Практически, это чуть ли не первая заявка была Да, ты же На студию Да, и мы послушали И там была очень одна красивая песня На грузинском языке Причем там было много песен Там авиазападных, на английском И вдруг там я услышал одну потрясающую мелодию Где Кэти именно раскрылась Я подумал, надо же, это грузинская Агилера И мы поехали в Билиси, познакомились Поехали в студию Мы послушали ее, нам понравилось И мы решили встать и сфотографироваться Мы встали вот так с Кэткой Мы с Вовой по бокам встали сфотографироваться Потом фотографии посмотрели Нормально пойдет Смотримся нормально Они сильно старые Взяли ее на пробный период Мы решили, что мы отпустим где-то три месяца Она с мамой приехала в Москву Мы начали записывать наши песни В то время уже была песня «Улетаю» Она написана И первую даже версию исполнила Полина И было несколько песен, которые мы записали с Кэти Кэти песня, она почему-то как-то очень так трепетна Она, видимо, ей очень понравилась Слова ее тронули Что она улетает Может, она подумала, что она улетает из Тбилиси Из родного города И, в общем, она, конечно, потрясающе ее спела Невозможно рассказать вам историю мою Очень сложно Вспоминаю словно сон Как знакомились с тобой Осторожно Скоро я взлетаю И тебя теряю От любви своей я улетаю Я не могу без тебя Я все думаю о нас Я не могу передать Что я чувствую сейчас Снег нам идет, цветы Не расскажут никому То, что с тобой были мы И когда Тебя теряю Как вот ты сам все-таки определяешь стиль вашей группы? Потому что это, в принципе, для многих критиков это... Это загадка Да, да, да То есть нету такого прям определения А ты сам для себя как... Я думаю, невозможно назвать это одним стилем Потому что я очень всеядный Я уже говорил, что я люблю любую музыку Вообще, неважно, что это за музыка И мне всегда интересно попробовать сделать что-то там в бассанове Сделать какую-то рок-композицию Сделать с диджеем какую-то аранжировку Сделать с симфоническим оркестром Поэтому это постоянный эксперимент Это постоянный поиск Это... Ну, мы, в общем, устали искать определения этому жанру И назвали его А-студио Стиль А-студио Я думала, что это вот... Что-то, видимо, есть При этого того, что ты действительно так много в себя впитал Ты все равно правильно, да, являешься тем человеком, который будет отбирать и конечные... Ну, да, я занимаюсь всем музыкальным материалом И продакшеном, и аранжировками И привлекая каких-то еще ребят молодых Наверное, это такой мой внутренний мир музыкальный И наши вкусы очень совпадают Ребята мне полностью доверяют И мы, в принципе, слушаем... Нам нравится одна и та же музыка А мы тоже всегда вот слушаем и это, и это, и это... Порой, там, после концерта Ну, здорово, когда единомышленники Ну, конечно, а иначе нет Если кому-то что-то не нравится, зачем тогда быть вместе? Я хочу зачитать одну цитату Кстати, вот Алла Борисовна мы про нее говорили Вы прекрасно знаете, что значит для меня студия Я их обожаю Это целая планета У них нет конкурентов Хотела как раз спросить, как ты считаешь, у вас есть конкуренты? Алла Борисовна, конечно, может сказать мощно Ну, она, да, красиво сказала Спасибо, Алла Борисовна, вам за такие прекрасные слова И вообще за все, что вы сделали для нас Потому что, если бы не вы, не знаю, пили бы мы здесь сейчас чай И разговаривали, либо мы, да Может быть, и пили бы, но гораздо позже По поводу конкурентов, ну, мне кажется У нас есть коллеги Каждый занимается своим делом Каждый занимается своей музыкой У каждого своя публика Немного всегда двигало Наверное, даже не то, что конкурент Нужно было доказать что-то Я помню, когда мы ушли от Розы Мне все сказали, ну, все До свидания, вы ездили раньше У вас были хорошие ставки от Министерства культуры Вы ездили за границу иногда В Болгарию и Венгрию даже А сейчас вы будете ездить по степям Казахстана И то непонятно сколько Но это вас не остановило Но это нас не остановило Меня это всегда как-то, так скажем, стимулирует, заводит Может быть, какие-то такие жизненные ситуации Может быть, они больше как-то тебя подталкивают Забравшись однажды на пик популярности Группа А-студио больше его не покидала Они покорили шоу-бизнес 30 лет назад Приближающийся юбилей коллектив отпразднует со своими поклонниками Планируем сделать какое-то такое сценическое действие Там будет и задействованный балет И будут какие-то эффекты визуальные Вы потом поедете в тур с этим? Или это будет просто разовое такое? Ну, мы хотим сделать несколько концертов в Казахстане Потом у нас будет осенью концерт здесь, в Москве Ну, проедем, наверное, по столицам Может быть, даже за рубеж вывезем это шоу Боря, я с удивлением еще узнала, что, допустим, если в машине кто-то включает А студию ты не любишь слушать Мне кажется, ни один артист, наверное, не любит Может, Рот Стювард любит Хорошо, а что ты тогда слушаешь в машине? Одно время я вообще так устал от музыки Я нашел себе станцию, где только говорят Я думала, скажете, станцию, где просто тихо Тихо такая тоже есть Был такой замечательный композитор Дмитрий Кабалевский И он дружил с моим папой И вот недавно мне брат мой старший, Алмаз, рассказал Когда он приезжал в Алмату И он сказал Мой брат еще маленький был Он говорит, Алик, музыку нельзя целый день слушать Он сказал такую вещь Ее нужно максимум, по-моему, два часа Потому что, видимо, больше человек не воспринимает Перегружаешься И он еще сказал, что ее нужно слушать, сидя на жестком стуле Вот это я недавно услышал Я просто подумал, почему он именно так сказал Ну, вероятно, нужно, видимо, собраться, сконцентрироваться И посвятить этому прямо какое-то время И полностью погрузиться Фэшн-гелл, огонь и грация Мои глава магнит И отварели лета Фэшн-гелл и гравитация Мой силуэт манит И отжигает небо Как ты относишься вообще к каверам? То, что вы, конечно, исполнили и каверы Аллы Пугачевой, и Высоцкого И, в принципе, вот, насколько я поняла, наверное, Кэти, ну, такого возраста Что она, наверное, их все-таки не слышала, ну, в детстве, так, как вы Ты как-то ей диктовал, как ей исполнять? Ну, естественно, я направляю ее И когда мы записывали песню так же, как все Ну, это вообще отдельная история Про нее можно долго рассказать, про эту песню Потому что дружим мы с Александром Сергеевичем Зацепиным Он жил в Алма-Ате И они были большие друзья с моим папой И первый хит папы была именно песня Александра Зацепина «Слова Дербенева» И они работали на казахфильме Писали музыку кинофильмам И я эту песню еще маленьким-маленьким слышал Как ее пела Алла Борисовна Я понимаю, что у нас она совсем по-другому Совсем она была другая А потом я услышал эту песню Я приехал в Москву на студию дяди Саши И он мне дал такую кассету, мы записали И там эту песню пел на французском языке Французский какой-то певец Он тогда зацепил ее Я уехал в Париж жить И там песня была Там были такие слова «Такси, такси, такси, такси» «Живешь, уехал» И там на французском языке это все было И я так вообще полюбил эту песню Она мне так понравилась И когда был вечер, посвященный День рождения Александра Сергеевича И мне позвонили Сказали, вот сделайте какую-нибудь песню Я говорю, вот эту обязательную песню Мы будем делать То есть это опять твоя идея была в общем? Рок-н-ролль на этом месте Мой внутренний мир Вышел наружу Новое прочтение было Что хорошо, чем я рад Что у нас появился такой голос Что с ней можно петь именно такие жесткие вещи С напором, с надрывом То есть петь именно рок-музыку И что Алла Борисовна сказала, когда услышала? Ну, Алла Борисовна была, конечно, поражена Она сказала, что это потрясающе И говорит, дай мне минусовку Кто не знаю, распускает слух и зря Что живу я без печали и забол Что на свете всех удачливее я И всегда И во всем Не везет Так же, как все Как все, как все Я по земле Хожу, хожу И у судьбы Как все, как все Счастье тебе прошу На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на вернутся домой к своим самым родным и самым близким людям. Боря, ты в браке уже много лет. Скажи, как произошло знакомство с твоей женой Роша? Мы познакомились еще в школе музыкальной. Мы учились в одной школе, мы тогда и думали. Сколько лет вместе? Очень много. Потом мы учились в консерватории. И где-то на втором курсе мы стали встречаться вдруг. У вас две прекрасные дочки, Камилы Исана. Камила, я знаю, что она училась сначала здесь, потом ты ее отправил за границу. Изначально отбит дочки, конечно, тоже были отданы на нашу музыкальную каторку, сосланы. Мы решили, что они будут скрипачками. Они решили или вы решили? Мы решили. В какой-то момент мы поняли, что это такая сложная судьба, и надо либо становиться великим скрипачом. Мы решили, что пускай они сами выбирают для себя. А у меня сосед по квартире был, он очень долго жил в Аргентине. И он свою дочку отправил учиться в Англию. И он мне говорит, надо, говорит, твоих девочек отправить учиться туда. Мы решили, в общем, отправить учиться за рубеж. Отправили сначала старшую, отправили ее в Ирландию. Жила в семье в Ирландске, ей было 15 лет. Она там пожила, в Дублине. Потом она вернула сюда и поступила потом в Англию. Жалко было так рано все-таки. Жалко, но на самом деле для детей, чем раньше, это жалко родителям. Это, конечно, такой серьезный вопрос. Потом она вернулась сюда. Нет, говорит, моя, хочу побыть здесь, хочу побыть в Москве. Закончила высшую школу экономики. Для меня это вообще было удивление, потому что я пришел один раз домой, смотрю все в формулах, в таких исписанных. Я говорю, Камилу, в кого это такое? Ну, в общем-то, и она закончила. Это был ее выбор, поэтому, да, в общем-то. Да, это был ее выбор. Потом пришла, когда говорит, я хочу поехать учиться на мастера. И поступила на фильм-стаде. Есиэл опять в Лондоне закончила его. Все равно творчество все закончилось. Все равно в творчестве. Она, в общем, погрузилась опять в мир кино. Сейчас она занимается документальным кино. Но сняла прекрасный фильм про свою бабушку-дедушку. И также она открывала... Ну, теперь клипы может тебе снимать, в общем-то? Ну, клипы, да. Я думаю, клипы больше так младшей дочки. А я даже знаю, что, кстати, Сана сняла клип, да? Она сняла клип, да. Твои группы, которые ты продюсируешь, да? Она сняла клип, она очень креативная. И младшая дочка Сана, она меня направляет во все новые музыкальные тенденции. Они как-то в одном из интервью сказали, что вы все напоминаете итальянскую семью. Это что они имели в виду? Ну, иногда, когда мы все собираемся, когда все съезжаются, и мы садимся там на кухню пить чай, и столько эмоций, и каждый начинает рассказывать одно, второе, второе, третье, четвертое. И каждый хочет поделиться какими-то своими, может быть, моментами. И мы там перебиваем друг друга, можем что-то там обсуждать и рассказывать. Папа-мама, помните давно, Вы сказали мне, что половинку нелегко Встретить на земле Может, небесами суждено Может, просто очень повезло Но кажется, что я нашла его И я, сила притяжения Каждое мгновение Словно бабочки внутри Ты Ты Так невидно я И без слов понятно Я люблю тебя Байгалис Аркибаев Стоит у истоков создания А-студио Но на его плечи возложено не только поддержание имиджа и развитие группы Артист помогает дотянуться до заветной мечты и начинающим исполнителям Борь, я знаю, что ты также продюсируешь группу для Джигет Каким образом ты им помогаешь? Ты подбираешь тоже репертуар, да? И ты их продвигаешь на радио Вот в чем заключается твоя функция? Группа «За Джигетс» — это мой сайт-проект Это мой второй проект А-студио — это проект моей жизни Был, есть и будет всегда По жизни, да? А группа «За Джигетс» — это молодые ребята Они выпускники, финалисты фабрики «Звезд в Казахстане» Я просто был там продюсером фабрики И настолько мы сдружились Когда закончилась фабрика, как-то было так жалко расставаться И мы решили собрать их в группу, поехать на новую волну Они там прекрасно выступили Заняли четвертое место И потом я стал заниматься этими ребятами В общем, очень талантливые ребята Молодые, они горят И все в новинку, они все восхищены всему И какое-то время я, в общем, летал в Алмату, в Казахстан А потом, в последнее время, уже ребят я перевез сюда Они находятся здесь, потому что здесь, ну, Москва — это центр всего Мы уже сняли несколько клипов Полетели на Кубу, сняли сразу два клипа Клипы крутятся на всех ведущих российских каналах В эту ночь Отпустим навсегда любовь Плачет дождь И умоляется отопить Поверь, ты вновь В эту ночь И выхода мы знаем нет Ты уйдешь И нам с тобою никогда Не встречать рассвет Когда ты переехал, да, я так понимаю, что семья не сразу с тобой переехала Они приехали, жена с дочками, да И потом, я так понимаю, они вернулись в Казахстан, да? Нет, сначала переехали с ребятами из-за студии У всех семьи сначала были там А потом потихоньку-потихоньку уже сюда Ну, мы жили на два города, в самолете жили А потом все больше и больше сюда И уже основательно переехали сюда Тяжелый процесс, конечно, был Ну, я думаю, всегда передвижение, всегда тяжело Потом новый город, новые знакомства Тем более, Москва — это же не такой простой город Хотя я, например, настолько уже полюбил этот город Что я не представляю своей жизни И вся моя семья, и дети Все абсолютно спокойно себя здесь чувствуем С удовольствием ездим на родину В гости к родственникам отдохнуть Ну, Алмата всегда, родина есть родина Но вы часто ездите туда с гастролями? Скажем, не очень часто Но раз в месяц, раз в бане и забываем Ну, Кэти даже сказала, что это ее вторая родина Так полюбила Конечно, да Нас там очень любят, очень любят Кэти Ее считают уже тоже нашей, алматинкой Ну, потому что считают, что это наша группа, казахстанская Мы всегда с удовольствием приезжаем И очень трепетно относимся к нашим сольным концертам Потому что на нас всегда так смотрят Алматинская публика очень Как бы, ну, такое предвзятое немножко мнение Ну, что вы там покажете Ну, на второй, на третьей песне уже все наши И в конце все танцуют Все довольны Где-то за городом небо над озером синий гуляет Солнечный сальц в лужах купается, зорь купьет Голубь серебряной грушки клюет на моем огне Но сердце спит мое Шар в кашемеровой ночи полнолуние стелит вновь Ночью особенно верю в гадания и любовь Меткой еловой машется манчиво рождеством Но сердце спит мое Услышь меня Хранитель, ангел, ты со мной Я знаю, где-то за спиной Ты научи меня опять А тебе как-то удается поддерживать традиции в семье? Еда там В Казахстане есть одно самое главное блюдо, бешпармак Самое главное, их немного в казахской кухне Остальные все там присутствуют блюда, они из Узбекистана Из Узбекистана В общем, среднеазиатское, скажем так Но когда мы кого-то приглашаем в Москве из гостей Таких очень желаемых, значит Да, мы всегда делаем бешпармак и все говорят Что это такое? Научите, как это делать А у нас настолько просто делается, просто варится мясо И в нем кусочки теста А как ты стал ресторатором? Я не считаю себя ресторатором Просто мой друг открывал здесь ресторан И он говорит, Боря, я открою, если только ты будешь вместе со мной Помогать мне как-то там В плане идей, креатива, эстетики, дизайна Может быть, какого-то наполнения музыкального Это, конечно, тоже увлекательный, очень интересный бизнес Он очень сложный И он, конечно, никому не... Партнеры не справятся Если ты, да, все-таки человек шоу-бизнеса Обязательно должен быть, наверное, рядом партнер, который принимает их кухню Да, обязательно Ну, управлять рестораном – это целое дело Это наука, это так же, как и любым делом нужно заниматься Вот, ну, чем мне нравится наш ресторан Что, во-первых, там очень все вкусно Все говорят, что очень вкусно Да, подтверждают И он стал таким музыкальным домом И это такая наша база для многих артистов, для музыкантов Радуга листопада падает на меня В городе магазинов я не нашла тебя Витрины, реклама, телефон Мегаполис – это полигон Где на прицеле лица новых секс-бомб Я в кольце суеты Тебя должна найти Бегу к тебе На красный свет На континент Советный Бегу к тебе Адреналин Рефлексии Рефлексии Бегу к тебе На красный свет На континент Советный Бегу к тебе Я не люблю Советный Советный Уютный ресторан стал площадкой для проведения музыкального фестиваля «Импорио Мьюзик Фест». Сама идея его создания – это объединить молодых начинающих, горящих, жаждущих, пробиться музыкантов, которые еще где-то кто-то учится, где-то кто-то играет, кто-то где-то, не знаю, собирается. В общем, скажем, такой андеграунд музыкальный. И огромное количество ребят, которые настолько талантливые, но о них никто не знает. Сами на тебя выходят, да? Ну, сейчас они выходят сами. Первый фестиваль мы находили. Просто я узванивал своих друзей, говорю, вот хотим такой фестиваль. Там даже гран-при есть, да? У нас все по-взрослому. И в жюри, я знаю, что у вас там прям и Агутин был, и много, да? Вот артист сразу соглашается, или, ты не знаете, заговариваетесь? Ну, во-первых, все же очень заняты, и у всех график непредсказуемый. В любой момент у любого артиста может появиться какое-то предложение, выехать на гастроли или какой-то там тур, или еще какие-то там мероприятия, съемки. Поэтому мы каждый раз договариваемся. Особенность нашего фестиваля, что у нас, мне кажется, это вообще ноу-хау, такого нигде нет в мире. У нас каждый конкурсный день новая жюри. То есть у нас нет застоя, у нас постоянно новая, новая, новая. Да, поэтому в этом плане как бы все время новые жюри и новые исполнители. И на сцене у нас молодые ребята, а в жюри сидят уже люди, мои коллеги, друзья, которые уже добились успеха. Да, я звоню им, говорю, например, Володя, Вовка, ты можешь четверг? Он говорит, сейчас подожди, я посмотрю, что у меня. Нет, Боречка, я не могу. В этот четверг я не могу, приду в следующий. Я говорю, ну окей, следующий туда приходи. Звоню, там, не знаю, Сашу Маршалу или кому-то еще. И, в общем, мы подбираем жюри, те, кто ребята свободные, приходят, все садятся. И когда ребята начинают выходит, начинают играть, а у нас там просто такие потрясающие музыканты, они так нас удивляют, что мы порой сидим и думаем, надо же, нам сами не надо поучиться у этих ребят. Я считаю, что это прекрасно учиться у молодежи, общаться с ними, контактировать. А какую поддержку ты потом оказываешь? Гран-при нашего фестиваля, приз основной, это поездка в Монтрео, на джазовый фестиваль. Я уже много лет туда езжу, да, это потрясающее место, где можно услышать всех артистов. И вот мы везем нашего победителя туда, он приезжает туда с вытарщенными глазами. И когда он это все видит, для молодого музыканта, я думаю, что наши даже многие известные музыканты, не все там побывали, рекомендую, не только молодым музыкантам, но и уже известным, поехать туда и поучиться, как же это все-таки делается на самом деле. Это всегда полезно. И вот это наша основная задача. Еще у нас очень много приходит журналистов в камер и приходит продюсеров на наш концертный фестиваль. И они присматривают, смотрят за нашими ребятами. И потом я смотрю, наши ребята уже на ведущих телеканалах участвуют в наших там всех там больших этих фестивалях и конкурсах. Когда из рук отпущу навсегда, как птицу тебя, не прекратит ни на миги тогда вращаться земля. Пусть расставания не будут для нас печальной рекой. Ты с волей прошлой не вспоминай, лети легко. Пусть расставания не будет для нас печальной рекой. В рамках благотворительного проекта «Север. Непридуманные истории» предлагаем вашему вниманию сюжет. К сожалению, не все дети появляются на свет в заложенные природой сроки. При возможностях современной медицины сейчас выхаживают детей, рожденных с массой тела, от 500 граммов. Чаще всего преждевременные роды сопряжены с негативными последствиями для здоровья ребенка. В факторах риска – сложнейшее заболевание глаз, ретинопатия недоношенных. Постояние было ужасное, его просто не передать, не передать все эти чувства, да, то есть почему такое, да, случилось с ребенком, почему такое именно случилось с нами, да, вот что, ну, как бы, почему такое произошло, за что ему такие испытания выпали. Как правило, заболевание начинается на четвертой неделе жизни младенца, а его пик приходится на восьмую. Это время как раз сопоставимо со сроком рождения доношенного ребенка. Ретинопатия недоношенных – это заболевание, которое встречается только у недоношенных детей, и, к сожалению, в настоящий момент является одной из основных причин слабоведения слепоты среди детей, вообще среди детей, среди детей раннего возраста. Срочная операция, прям срочно, в течение 72 часов, но надо было сделать операцию, иначе могли лишиться зрения. И мы вот эту неделю ночами не спали, думали, молились, ждали. Очень страшно было, потому что зрение, мне кажется, это один из самых главных органов. Вот, мне очень хотелось, чтобы он видел мир своими глазами. Одним из продуктивных методов лечения ретинопатии на сегодняшний день является лазерная коагуляция. Сегодня далеко не все регионы России имеют подобную аппаратуру в своем распоряжении. Я бы хотела обратиться ко всем телезрителям телеканала РОД-ТВ. Я, как мама недоношенного ребенка, как директор благотворительного фонда помощи недоношенным детям, очень хорошо знаю и понимаю, насколько важно приобретать коагуляторы, оборудование для лечения ретинопатии недоношенных деток. Конечно, нам очень хочется, чтобы каждый ребенок видел, каждый ребеночек мог увидеть свою маму, увидеть своего папу и своих родных. Наша благотворительная акция помогает сбору средств на приобретение лазерных коагуляторов. Мы надеемся, что все вместе мы сможем помочь малышам видеть мир своими глазами. Наш телеканал организовал сбор средств для покупки лазерных коагуляторов, которые помогут избежать слепоту у недоношенных детей. Для этого вам нужно отправить смс на номер 4647 с текстом «Малыш пробел сумма пожертвования». Например, «Малыш пробел 300». И обратите внимание, что потребуется смс подтверждения платежа. Пусть наши дети познают мир собственными глазами. Хочу добавить, что благодаря акции нам вместе с вами удалось собрать деньги на приобретение лазерного коагулятора в Республику Дагестан. Мы надеемся, что теперь врачи региона смогут побороть ретинопатию у преждевременно рожденных младенцев, и они будут видеть мир своими глазами. Такая же помощь нужна и другим регионам. Спасибо, Боря, огромное. Я желаю вам хорошо отметить ваш юбилей, чтобы у вас получилось шоу, как вы хотите, чтобы оно было успешно, конечно, как всегда, все, что вы делаете. Спасибо большое. Желаю удачи творческой. Спасибо, что пришел, очень было приятно беседовать. Спасибо тебе за такую прекрасную беседу, душевно, по-домашнему, с чаем. И огромное, конечно, спасибо всем телезрителям, которые были это время с нами, слушали наши рассказы, наши рассуждения о жизни, о музыке. Всем всего самого хорошего. Будьте счастливы. Субтитры подогнал «Симон»!